Два месяца отделяют дольщиков дома номер 140 по улице Красноармейская долгожданного новоселья. Шесть лет ожиданий тяжб даром не прошли. Долгострой обещают ввести в эксплуатацию уже 30 ноября. А пока рабочие завершают монтаж и отделку. К дому подведены все коммуникации. Специалисты газовой службы завершили монтаж наружных газовых сетей, идет установка газовых котлов. Электрики проводят монтаж этажных щитов и протяжку стояков. Ход работы смотрел председатель правительства Александр Смекалин, а заодно пообщался с будущими жильцами. Первую партию котлов вывешиваем, определяемся с местами выхода воздуха забора под котлы. С понедельника ставим бурилку, выбуриваемся. Котлы уже начали вешать? Да, 19 котлов уже висит. Вторая партия на следующей неделе. Тем временем подрядчик укрепляет обоимы столбов в соответствии с рекомендациями проектного института. На объект завезли пиломатериал для сбора опалубки по первому жилому этажу для засыпки утеплителя, не ожидая опрессовки отопления. Весомый вклад носят сами участники долевого строительства, которые еженедельно выезжают на место строительства и контролируют ход работ. Средств дома нет как таковых. У дома средств нет сейчас. То есть есть вы и есть, соответственно, ваши непостроенные квартиры. Поэтому решение, в чем вообще суть задачи фонда, в том, что он берет на себя все эти риски, просто берет и достраивает вместо других. Достроить дом помогает фонд содействия дольщикам. В областном бюджете предусмотрены денежные средства в размере 22,5 миллионов рублей на достройку дома, которые будут перечислены после ввода его в эксплуатацию. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.